На днях вице-премьер и по совместительству глава отраслевого министерства Владимир Гройсман сделал очередное заявление. Вначале призвал, а потом заявил. Цитирую. Вице-премьер отметил необходимость уменьшения потребления энергоносителей на уровне каждого гражданина. Меньше сжигать газ в конфорке, в отопительных приборах, экономить электроэнергию. Это вызов каждому из нас. Вызов нашей национальной безопасности, независимости. Задача для Украины является выстоять, пройти сложнейшую зиму, сложнейший отопительный сезон, но пройти его достойно и поставить раз и навсегда точку в вопросе давления на Украину за энергоресурсы. Я убежден. Мы переживем эту зиму и сделаем все, чтобы в Украине было все хорошо, заявил Владимир Гройсман. О ситуации с энергоносителями говорить не буду. Чтобы не теребить больное. Я об экономии. Но вначале приведу несколько статистических данных, касающихся уровня жизни по Украине и в частности по Одессе. Реальная зарплата в стране, утверждает госстат Украины, уменьшилась почти на 13%. Самая высокая, как и положено в столице, почти 5300 гривен. Самая низкая в Тернопольской области 2257 гривен. В Одессе по отдельным профессиям наблюдается рост заработной платы. Самую большую добавку получили врачи. Их доходы увеличились на 350 гривен. А доходы учителей упали в среднем на 40 гривен. Но в целом нынешняя зарплата как по всей Украине, так и в отдельно взятой Одессе явно не покрывает рост цен как на продовольственном рынке, так и в сфере оплаты коммунальных услуг. К примеру, кубометр горячей воды обойдется почти в 25 гривен. Цена выросла на 4 с лишним гривны. Ну и еще пару цифр. Для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии 1 гигакалория тепловой энергии будет стоить 389 гривен 5 копеек, вместо привычных 365 гривен 58 копеек. Рост цены свыше 23 гривен. Для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии 1 квадратный метр с 5 гривен 4 копеек вырос до 9 гривен 74 копеек за месяц в период отопительного сезона. Здесь рост наблюдается в размере около 5 гривен. Теперь вернусь к призыву вице-премьера господина Гройсмана. Экономить на всем. Одно из двух. Либо высокопоставленный чиновник не знает последних данных Госкомстата Украины, либо он в полной уверенности, что в загашнике обывателя спрятаны какие-то немеренные денежные запасы. Ни в первое, ни во втором предположении верить не желаю. Бывший мэр Венеции, человек неглупый, сумевший привести город в порядок, а потому знающий материальное положение большинство своих горожан, которые его неоднократно выбирали на постградоначальника. Полагаю, у него хватает ума не питать иллюзий, что другие полисы страны живут не в разведении, лучше, чем его родная Винница. Тогда к чему все эти призывы? Очевидно, что нынешняя ситуация заставит обывателя экономить буквально во всем. Начиная от потребления тепла и электроэнергии и оканчивая покупками продуктов питания. Вообще-то в украинском правительстве есть хоть один министр, который сможет рассказать рядовому гражданину, как выжить на пенсию в 1056 гривен и на зарплату в 2000 гривен. Пример с зарплатой я взял по ситуации в Одессе. Столько или на 400 гривен меньше зарабатывает большинство одесситов. Если суммировать расходы на оплату коммунальных услуг и покупку продуктов питания, то выяснится, что хватит либо на первое, либо на второе. Тогда выникает третий вопрос. А как мы собираемся бороться с должниками в сфере коммуналки? Выселять людей на улицу? Зимой? Ну так и до третьего. Ой, да, она недалеко, господа бюрократы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!